Приветствую, друзья, на связи Ник Лэй, и это экстренное включение, в котором мы поговорим на тему возможного ремейка Мафии 2. Дело в том, что в сети всплыл кое-какой скриншот, который я хотел бы разобрать, поделиться своим мнением, а также осветить данную информацию. Прошу прощения за посредственный монтаж, ведь ролик сделан максимально на скорую руку, но всё же желаю всем приятного просмотра. Но перед этим хочу напомнить, что спонсором моего канала является онлайн-игра про мафию Empire Bay Online, которая в данный момент разрабатывается, но разработчики говорят, что совсем скоро нас ждёт релиз. А потому, чтобы не упустить возможность поиграть с другими мафиозниками по сети, конечно же подписывайтесь на паблик проекта во Вконтакте. Проект уже ждут более 10 тысяч мафиозников, так что поиграть будет с кем. Подписывайся, ссылка в описании. А теперь к новостям. Каковы вообще предпосылки ремейка второй части? Ну, во-первых, разработчики в интервью в честь 20-летия серии просто сказали о том, что разрабатывают новую игру про мафию, не уточняя при этом, про что конкретно она будет. На данный момент вся информация инсайдеров склоняется к тому, что нас ждёт спин-офф серии, во что я верю больше, чем в то, что мы будем разбирать сегодня. Но если мы включим фантазию, то ремастер второй мафии в своё время был сделан на коленке левой студии, и вообще трилогия для повышения продаж была слеплена достаточно в короткие сроки. Потому в теории вполне вероятно, что разработчики смогут заняться разработкой мафии 2 на движке Unreal Engine 5, чтобы подоить деньги с игроков. К тому же в инстаграме 2K было выложено фото с моментом из второй части, где Майк Бруски пачкает пальто Джо. Там остаётся след, и всё это разработчики подписывают как трагедия в четырёх частях. Опять же, если подрубить фантазию, то можно предположить, что это может быть двойной отсылкой к скорому анонсу как ремейка Мафии 2, так и четвёртой части Мафии. Но всё это конспирология и додумки. Сухих фактов, казалось бы, не было до сегодняшнего дня. Ведь на портале Reddit появился очень интересный скриншот, который я хотел бы обсудить. Вот такой скриншот был опубликован пользователем, который был зарегистрирован на портале 30 января. И через пару дней после регистрации он выкатил пост с этим скриншотом и надписью «Ничего личного, просто работа». И в скобках приписал возможное название проекта «Мафия 2 Update Edition». Моей первой реакцией был небольшой шок, потому как, чёрт побери, это что та самая Мафия 2 на новом движке, которая выглядит просто потрясающе. Но, долго думая и тщательно разбирая скриншот, я всё же больше предполагаю, что это какой-то вброс. Смотрите, пост был опубликован русским пользователем с новым аккаунтом, то есть скриншотом поделился какой-то ноунейм, который только что создал аккаунт. Мне кажется, что если бы кто-то и захотел слить ремейк «Мафия 2», который якобы мог бы находиться в разработке, то вряд ли бы это пошло от нашего региона. Во-вторых, серия не славится настолько ранними сливами. И в-третьих, если бы действительно сливали настоящие скриншоты, то в сеть бы они попали где-то за сутки до анонса. И чаще всего попадают они в сеть раньше из-за сайтов по продаже игры. А вот если бы это был какой-то там скриншот с разработки, то игра явно бы не выглядела вот так, как показано на данном скриншоте. Ну, я прям не верю в это. Моё мнение, это очень похоже на нейросеть. Другие номерные знаки, которые не похожи на те, что используются в оригинале. Радары, которые мало того, что наслаиваются на карту, так ещё и сильно отличаются разрешением. А также деревья и столбы, которые буквально вросли в здание спереди. Я не специалист в области развлечения фейковых скриншотов, нарисованных нейросетью. Но всё же, исходя из фактов и упомянутых мной деталей скриншота, мне всё же кажется, что это какой-то вброс от фаната из России. Данный ролик я снял как можно скорее с целью того, что наверняка этот скриншот начнут в дальнейшем обсасывать на более широкую аудиторию более крупные каналы. Даже не вникая в детали, просто выложат ролик, там вот вам скриншот Mafia 2 ремейк, всё, она в разработке, круто. Я же хочу, чтобы вы вместе со мной внимательнее относились к подобным фактам. И моё мнение, что этот скриншот всё-таки фейк, который нарисовала нейросеть. А какое мнение ваше? Пишите в комментарии. Также пишите, хотели бы вы видеть ремейк Mafia 2. Давайте помечтаем. Вот лично я думаю, что если ремейк и делать, то возвращать ещё и вырезанный контент, иначе смысла в нём нет. В общем, давайте внимательно относиться к информации. Я попытался оповестить свою аудиторию, чтобы в дальнейшем, когда вы видели этот скриншот, вы сначала думали. И также, надеюсь, что мои слова предостерегут от того, что это всё-таки, скорее всего, возможный фейк. Один из самых коротеньких и простеньких роликов на канале подошёл к концу. Извините, но мимо такого нефоповода я пройти просто не смог, а также не смог не предупредить свою аудиторию от того, что этот скриншот, скорее всего, фейк. Обязательно подписывайтесь на канал, тут самые оперативные новости по новым частям мафии. На связи был Ник Лэй, до скорых встреч.